В этом зале детской больницы родители, которые столкнулись с проблемой малого веса ребенка и преждевременными родами. Приходят они в этот день, чтобы в первую очередь поблагодарить врачей. Наталья Погарская и Калина Карпова уже ждут выписки. Девочка по имени Дея родилась 22 сентября с весом всего 680 граммов. Сейчас уже больше двух килограммов. Мне 41 год и я очень дорожила этой беременностью. И там шансов не было вообще. Мне врачи говорили 1%. И вот. Вот это процент. Вот таких мамочек и врачей перинатального центра и детской больницы пришли поздравить представителей общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра» и ее руководитель Елена Пахомова. Всегда с подарками. На этот раз для медучреждения необходимо медицинское оборудование, 5 весов для младенцев и 2 небулайзера. Мы добились таких результатов, что вынашивают сейчас спокойно такое оборудование, такие профессиональные доктора, что вынашивают детей, вот вы видите, 690-680 грамм. И они все вполне нормальные, без всяких каких-то отклонений в здоровье. И все у них благополучно. В «Лиге женщин МОЗ Добра» с первого дня существования организации состоит заслуженный тренер России Елена Чайковская. Сегодня она сказала много добрых слов в адрес сочинских медиков, которые и в этом году выходили и подарили жизнь пятистам новорожденным с очень маленьким весом. Это герои, что можно сказать. Низкий поклон, огромная признательность за профессионализм, за любовь к детям, потому что я понимаю, что это очень ответственно и очень тяжело вырастить такого маленького человека в то, что сейчас вокруг нас бегает. Двухлетний Алексей Ле, конечно же, пока еще ничего не знает, с какими трудностями пришлось столкнуться ему и его маме. Но сегодня радует ее своей любознательностью и хорошим настроением. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь, чтобы кроха эта жила. Чувствовали мы. Ну, разные чувства были. И переживали, и делали операцию нам. Ну, ничего, все справились, все хорошо. Сегодня в сочинском перинатальном центре выхаживают деток, родившихся весом даже до одного килограмма. Только в этом году таких новорожденных было более 20. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.